Это программа «Игра в классики». Программа о людях, которые играют в игры и об играх, в которые играют люди. Говорим об актуальном, вспоминаем классику. Меня зовут Платон Беседин. Добрый вечер. Конец 2021 года выдался знатным на большие юбилеи. 11 ноября исполнилось 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Ему я посвятил специальный выпуск программы «Игры в классики». Ну а 10 декабря исполняется 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова, поэта-подвижника издателя и предпринимателя. Удивительная история произошла с Некрасовым. Его имя не так, чтобы на устах на него толком не ссылаются ни в России, ни тем более на Западе. Да и вообще, многими Некрасов, в принципе, воспринимается как музейный экспонат, как автор из школьной программы. Но подобное, насколько дико, настолько и несправедливо. Потому что Некрасов – это ни в коем разе не о прошлом. Это исключительно о настоящем. Некрасов злободневен до сжатия кулаков. Через его нарративы можно и нужно трактовать день сегодняшний. И прежде всего в контексте социальной несправедливости. Чем мы, собственно, сегодня и займемся. Но прежде чем перейти к вещам социополитическим, нужно сказать вещи, ну скажем так, литературовические. Некрасов был действительно великий подвижник. Он реанимировал, спасал, возрождал, поддерживал разные литературные издания. Ну, в частности, наиболее известная история продолжил пушкинские современники, где печатались такие глыбы, как Толстой, Герцан, Гончаров, Тургенев можно долго и долго продолжать. Но, кстати, особой прибыли с этого Некрасов не получил, вопреки распространенному мнению. А вот по одной из версий его доходы шли главным образом с карточных игр. Такая вот любопытная деталька. Но интересно, конечно, чтобы сейчас Некрасов сказал, глядя на то, как один за другим уничтожают и литературные издания, и объекты культуры в принципе. Это какой-то позор. При этом, несмотря на колоссальный предпринимательский талант, Некрасов был действительно великий поэт. И вот фраза Тургенева о том, что, мол, в стихах Некрасова поэзия не ночевала, кажется, ну, лично мне, несколько несправедливой. Ведь что отличает гений? Это поиск новой формы. А Некрасов действительно смог отыскать новую форму и тем дал русской литературе, русской поэзии, если угодно, новое направление. Уже этим он заслужил достойное место в пантеоне русской культуры. Сегодня же, конечно, тут мы переходим уже к политике, к социологии, Некрасов прежде всего интересен двумя аспектами, двумя вещами. Сейчас я скажу два названия, и вы сразу все поймете. Итак, две некрасовские поэмы. «Русские женщины» и «Кому на Руси жить хорошо». Вот, к слову, последнее название, оно без вопросительного знака. То есть, «Кому на Руси жить хорошо». Все. В отличие от двух культовых произведений, что делать, знак вопросительнее Чернышевского. И кто виноват, опять же, вопрос Герцена. Ну вот, не знаю, почему нет вопросов в названии некрасовской поэмы, но, возможно, Николай Алексеевич точно и наверняка знал ответ. Вот, знаете, не случайно Некрасова называют певцом народа. Или, как сказали бы сейчас в современной терминологии, выразителем народного большинства. «Где народ, там и стон», пишет Николай Алексеевич, и, собственно, в этой фразе, пожалуй, вся суть борьбы и устремлений Некрасова. Тут важно, в принципе, понимать время, эпоху, в которой жил Николай Алексеевич. Это эпоха Николая I, когда, внимание, вспыхивало по 60 крестьянских восстаний в год. По 60 восстаний. Эпоха социальной несправедливости, классового разделения, эпоха тотального гнета. Как я могу оскорбить их величие? У них же крепости, армия, флот. Они же картечью. Ну что им с того, если я скажу? Мол, вы Николай Палыч, свинья. И, конечно, под народным большинством мы подразумеваем крестьянство, выразителем которого и был Николай Алексеевич. Хотя, к слову, сам он никогда не являлся аскетом и, как отмечал Достоевский, в принципе, был поэтом города. Однако, выйдя из благородной семьи, Николай Алексеевич долго, ну, скажем так, нуждался, жил бедно, если не сказать, жил полунищим. И вот, собственно, эти лишения, эти страдания, как, к слову, например, та же история произошла и с Оролом, и позволили Некрасову лучше понимать тех, за кого он позднее так боролся и выразителем чьих страданий он стал. Разделить и впитать народный гнев. В определенный момент Некрасов стал питаться, как метко заметил Чуковский, свирепеющим океаном народа. Тем океаном, который, бурляя волной, стребовал социальных перемен. И скажите мне, разве времена сильно изменились? Ведь о том же, об этих же социальных переменах спустя сто лет пел Виктор Цой. Когда, это я уже вспоминаю Гребенчакова, дети генералов сходили с ума от того, что им нечего было больше хотеть. Ведь смотрите, времена совершенно не изменились, повторяю этот тезис. И вопрос праведливости, социальной справедливости в России по-прежнему стоит критически остро. Как и в Некрасовские времена, счастливые глухи к добру. И при этом Владимир Путин называет стремление к справедливости доминирующей чертой русского народа, русского человека. И это же одна из магистральных линий Некрасова. Собственно, его поэма «Кому на Руси жить хорошо», к которой я обращаюсь сегодня, это ведь своего рода утопия. Но за счет того, что Некрасов показывает все сословия, которые пропитаны, буквально пропитаны, как торт кремом, этой социальной несправедливостью, эта утопия превращается в антиутопию, как и в наши с вами друзья жизни. Поэтому я настаиваю, и буду настаивать, что Некрасов предельно злободневен и современен. И вот уже риторический вопрос «Кому на Руси жить хорошо?» становится другим вопросом, может быть еще более актуальным. Кому на Руси жить плохо? Боюсь, с вами мы знаем ответ. Ведь пропасть между двумя этими кастами, между теми, кому жить на Руси хорошо и теми, кому жить плохо, это пропасть бесконечна, она растет, ширится. И каждая образует свое государство. Государство. Молодежь скурвилась, скололась по подвалам. В школах бардак. Учителям и врачам жрать нечего. Старикам и инвалидам лучше вообще не жить. Вот тут, конечно, важно сказать, что Некрасов восхищался Гоголем. А ведь именно Николай Васильевич едва ли не лучше всех показал раздробленность русского общества, отравленного мертвичиной чиновников. Чиновничьей мертвичиной. Вот как об этом блестяще говорит Лимонов. Гоголь осенила меня. Чиновники Гоголь спаслись, выжили и через 150 лет после смерти Николая Васильевича. Живы чиновники российские. Живы крапивное племя. Да, Гоголь увидел чиновников. Он нашел в их облике и нравах определенную отрицательную поэзию. Это важный термин. Отрицательную поэзию. Но то Гоголь в прозе. А вот в публицистике Николай Васильевич восхищается существованием в России на протяжении почти 100 лет совестного суда. Это действительно уникальное явление. Суд, который вершили на основании принципа естественной справедливости. На самом деле, при всей красивости данного названия, к данному суду много вопросов. Но мы опять же упираемся вновь в справедливость. Вообще, то, что отличает нас, русских, россиян, от остальных – справедливость. Ведь, смотрите, если в западной цивилизации верховодит закон, или как в английском – the law, то в традиции русской главное поступать по справедливости. Однако, вот смотрите, говоря такие понятия, как совесть, справедливость, милосердие и так далее, да, все эти понятия русской классики, не выгляжу ли я старомодным? Не размышляю ли я о чем-то таком совершенно абстрактном? То есть говорю о прошлом, но ни в коем разе не о настоящем. Ведь, может быть, все это совесть, справедливость – это совершенно бесполезные анахронизмы или атовизмы, как кому угодно. И уже, собственно, нет того народа, о котором пекся Некрасов. И, смотрите, та же деревня, она давно уничтожена, и о крестьянстве мы, в принципе, можем, ну, разве что читать у классиков вроде Василия Белова, Федора Абрамова. Ну, а кто вместо этого народа? Кто тот самый глубинный народ, о котором нам всем не так давно рассказали? Вот это важный вопрос, друзья. Может быть, произнося слово «народ» как некий такой важнейший императив, мы, в принципе, обманываем и самообманываемся. И нет, в принципе, никакого народа. Ну, а если есть этот народ, то кто его защищает? Не кажется ли вам, что вот это стремление к справедливости, о котором я говорю так много в контексте, в том числе и Некрасова, оно давно уже уничтожено таким себе цинизмом потребительским и культом, абсолютным культом денег? И вот тут на самом деле, глядя за последними событиями, нет особой разницы между каким-нибудь рэпером, который бравирует долларами на камеру, и чиновником, который складирует эти доллары, миллионы долларов дома. Просто, знаете ли, одни плюют зрителя, а другие плюют в электорат. Впрочем, наверное, электорат давно уже стал аудиторией. Вот слово Некрасов, прекрасно понимавший вопросов денег, как и вопросов карточных игр, охоты, он писал пророчески об этом культе денег еще тогда. Вот, слушайтесь, грош у новейших господ выше стыда и закона. Нынче тоскует лишь тот, кто не украл миллионы. Ну разве это о прошлом, друзья? Да нет же, это, конечно, о настоящем. Здесь либо человеком живут, либо скотиной. На всех хорошей жизни все равно не хватит. Поделье на всех. И никому ничего не достанется. И все будем одинаково нищие. Ну. Так лучше будет? Нет. Вот говоря обо всех этих проблемах, как нам найти выход из этого лабиринта бесконечного потребления? Опять же, тут я обращаюсь к Некрасову. Знаете, когда-то Достоевский сказал, нас всех спасет женщина. А ведь не случайно в начале программы я сказал о Некрасовской поэме «Русские женщины». Именно Николай Алексеевич уловил главную. В самые сложнейшие времена именно женщины спасали Россию. Так было и после 1917 года, и после 1945, когда кончилась Великая Отечественная война. Да даже в 1960 году Наум Коржавин, как бы обращаясь к Некрасовскому наследию, пишет 60-й год. Ей жить бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд. Но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. Ну, разве не прекрасно это, друзья? Так что тогда изменилось со времен Некрасова? Ведь вокруг все та же социальная несправедливость, вокруг сверепеющий океан народа. Но все-таки, пожалуй, изменилось одно. В жизни почти не осталось или все меньше, катастрофически меньше таких вот Некрасовых, готовых искренне биться за народ. Но хочет ли того сам народ? Существует ли он в принципе? Или вместо него некий суррогат, созданный из чужих установок? Вопрос сегодня звучит так. Главный вопрос. Готов ли народ остаться народом? Готов ли он биться за это или разбредется по горящим избам? Вот, собственно, на этот вопрос, главный вопрос подчеркиваю, нам всем и предстоит ответить в ближайшие 5-10 лет. Это была программа «Игра в классики». Меня зовут Платон Беседин. Берегите себя и помните, что жизнь только подражает литературе. Удачи вам, любви и, конечно, терпения.